Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами снова программа «Информационные войны сегодня» и я, её ведущая, Ксения Гусева. У нас сегодня в гостях очень необычный человек, это руководитель фонда помощи Новороссии, фонд называется «Своих не бросаем», Глеб Корнилов. Глеб, добрый день. Здравствуйте. На Западе не очень-то хорошо, скажем так, относятся к тому, что вы делаете, и вообще ко всей-то гуманитарной помощи. Некоторые даже западные СМИ прозвали это конвоями Путина. Как вы можете это прокомментировать? Запад всегда винил и будет обвинять русский мир, Россию, потому что складывается такое впечатление, что у Запада ущемлённое чувство собственного достоинства. У Запада, у Европы, ну, как может быть иначе, если, например, США ровесник большому театру. То есть, когда у нас строили большой театр, развивали театральное искусство, у них только зарождалась государственность. Поэтому они всегда будут чувствовать себя вторыми, третьими. Глеб, как вы считаете, вот действительно, мы с вами говорили только что о том, что информационная война ведётся не только со стороны Запада, но и с нашей стороны тоже. И на самом деле, наверное, это первая война вообще в истории, когда такие средства пропаганды используются. То есть, люди наблюдают происходящее на Украине по телевизору, и такое ощущение, что даже наши сограждане воспринимают всё это как кино. Как вы думаете, у нас вообще действительно люди осознают, что там ведётся война? Кто-то осознаёт, кто-то просто следит за этим, как за реалити-шоу. Ну, Россия уже не раз переживала такие моменты, и всегда всё начиналось с малого. И наша сейчас задача, чтобы тот очаг Третьей мировой войны, который на самом деле сейчас разводит на территории Донбасса, чтобы действительно не переросло в Третью мировую войну. А по поводу информационной войны, она, конечно, идёт, причём она идёт на высочайшем уровне. Сейчас уже действительно воюют не автоматы стреляют, а стреляют в средства массовой информации. Перехитрить или переобмануть Запад у нас не получится. Они профессионалы в этом деле, у них гораздо больше опыта. И наша задача – снимать правдивые фильмы, развивать патриотическую песню, рассказывать о подлинной истории. Потому что люди не хотят кмелаться, они хотят победы Новороссии, они хотят к правде. Но всё-таки эта ситуация на юго-востоке Украины как-то изменила нашу страну? Что вообще поменялось? Да, очень изменила страну. Мне кажется, воспрял этот русский дух, какое-то чувство единения. Раньше мы были более разобщённые, сейчас очень много людей понимает, что нужно помогать друг другу, и они это делают. Опять же, создав этот фонд, я даже и не знал, что такое большое количество людей в России и во всём мире, которые готовы помогать, готовы зачастую отдавать свои последние деньги, потому что они понимают, что там ребятам нужнее. Но тем не менее, всё-таки остаются те люди, и довольно много, которые считают, что, может быть, стоит вернуть Крым обратно. И вообще, зачем нам это всё нужно? Слишком большая жертва за этот Крым, зачем нам нужен юго-восток? Ведь такие люди есть, они смотрят дождь, они читают СНОП, эхо Москвы, и же с ними. Ну, это опять, это вот категория людей, которые хочут кмелаться. Причём они, понимаете, они не заказные, они не проплаченные, эти люди, они действительно так считают. Почему? Ну, я думаю, что это как раз и есть жертва информационной войны. То есть, это такие, это глобалисты. Им всё равно, в каких границах будет Россия. В границах, не знаю, там, Московии или в границах Российской империи, или если смотрим глубже, в границах Тартарии. Им всё равно абсолютно. Они сегодня живут в Москве, завтра они будут точно так же жить в Лондоне или в Гондурасии, им будет хорошо. Вы считаете, что они настолько глубоко мыслят, а вам не кажется, что просто это категория тех людей, которым нужно с чем-то или с кем-то бороться обязательно? Нет, ну, есть, конечно, категория людей, которым хочется просто спорить, но опять же, видите, они же не сами доходят до этого, вы правильно сказали, они смотрят дождь, они читают какие-то там вот такого рода СМИ. Это же всё, на самом деле, чужие мысли. Людей со своими мыслями вообще очень мало. Вот, прочитаю, что нам Крым не нужен. Всё, и начинают там своим родственникам или ещё где-то там друзьям рассказывать, ой, нам Крым не нужен, и выдавать за свои мысли. Крым нам нужен, потому что это русская земля. Ну, на самом деле, очень многие перед тем, что у нас и так своих проблем хватает. Проблем действительно хватает, но таков менталитет русского человека, что действительно он скорее поможет своему соседу, ему там, не знаю, сделает крышу, чем себе. Ну, действительно, вот такие мы люди. И ничего страшного, немножко сейчас перетерпим, но лишь бы этот процесс продолжался, лишь бы его не остановили, потому что срастаться нужно, нужно возвращаться в исконные границы русского мира. Потому что иначе нас будут уничтожать по принципу разделяя властвуй. А у нас уже первый звонок, мы вас слушаем, здравствуйте. Как вы думаете, нужно собирать уже камни Советского Союза или так и будем продолжать разбрасывать их? И Новороссию нужно признать и обязательно присоединить к России, потому что это, правильно вы сказали, русская земля и русский народ. Спасибо вам большое за ваш труд и понимание. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, что, Глеб, с какого вопроса начнём? Да тут и добавить нечего. Вот мудрая женщина всё правильно сказала. Надо собирать исконные русские земли, надо срастаться, потому что мы сейчас, знаете, как инвалид. Новороссию нужно обязательно признать. Народ России уже признал Новороссию, и это видно по тому, как население относится к Новороссии и то, как население помогает ей. А государственное признание, оно будет скоро. Как на самом деле отличить настоящие фонды помощи Новороссии от ложных, ведь их действительно очень много? Проверить очень просто. Заходите на сайт этого фонда и смотрите, есть ли у них видеоотчёты по отправкам, видеоотчёты по получению этих грузов именно в Новороссии, и самое главное, выкладывают ли они выписки со своих банковских счетов. Потому что подтверждение прихода в средств – это самое важное. И только это, как мне кажется, является показателем честности фонда. Если фонд не открывает свои счета, ну, значит, что-то там не так. Потому что соблазн огромный. И надо быть честным перед людьми, потому что если ещё зарабатывать на этом, на крови, ну, не знаю, если существует ад, то это даже будет слабовато, чтобы туда попадали такие люди, которые зарабатывают на крови. Хорошо, спасибо, Глеб. У нас уже следующий звонок. Но почему Европа и все страны и средства массовой информации молчат и не говорят, что творится в Новороссии, что деток убивают на площадках футбольных в школах, что людей убивают, дома разрушают. Нет марша мира во всём мире, в других странах. Почему они так ведут себя? Они лицемерно ведут себя. Безусловно, жаль этих людей, которые погибли во Франции. Безусловно, я сочувствую родственникам этих людей. Но почему они не видят то, что творится в Новороссии, как собственная армия расстреливает ни в чём не повинных мирных граждан? Благодарю, что вы пришли. Спасибо за звонок, но я думаю, что это всё-таки вопрос не Глебу, наверное. Хотя, может быть, Глеб найдёт, что ответить. Это вопрос к журналистам, которые взяли на себя, во всём мире к журналистам взяли на себя такую ответственность, как доносить правду до людей, а при этом откровенно им лгут. Вот она идёт, информационная война. Всё зависит от честности журналистов. Вот есть такой Грэм Филлипс, англичанин. Вот это честный мужик. Он приехал в Новороссию и честно показывает, что там происходит. Я думаю, что вернуться в Великобританию ему уже никто не даст. Если он туда вернётся, его наверняка посадят в тюрьму, как пособника террористам. А ведь человек просто доносил правду. Хорошо, спасибо, Глеб. И вот у нас уже следующий звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Уже тысячи погибли мирных жителей, детей, стариков, женщин над беременными. Да что? Что люди хотят жить на своей земле и говорить на родном языке? И этот шоколадный, понимаете, убийца везде принят. Так противно всё ужасно. Такая боль Новороссии. Это такая боль. Непонятно только одно, как население Украины терпит ту власть, которую им сейчас на трон Киевской Руси посадил Запад. Потому что там лицемер на лицемере, все под вседонимами, даже вот тот же ваш шоколадный Порошенко, у него настоящая фамилия Вальсман. Никто об этом не говорит, понимаете. Тимошенко, Капительман, Тегнебок, Фротман и так далее. Яценюк там тоже как-то непонятная вообще фамилия. А все сидят на троне, дурят народ. Народ идёт, погибает, друг друга стреляет. Ну, это дикость, конечно. И опять же тут вопрос к журналистам. Журналистской совести, журналистской ответственности. Потому что пора бы уже, наверное, журналистов брать как с медиков клятву Гиппократа. Пехота информационной войны – это сами журналисты. Если они врут, то и враньё доходит у людей. Перестали бы врать, всё было бы в порядке. Правда и подлинная история – это наш путь к победе. У нас есть великая история, допустим, той же самой Тартарии, Российской империи. В составе этих границ была и Украина, и Белоруссия, и множество других земель. И мы просто сейчас к ним возвращаемся. Это наш долг, это наше право. Для того, чтобы народ знал свою подлинную историю, нужно продвигать патриотическую песню, музыку, книги патриотические, фильмы, как сказал, кстати, недавно Путин, без идеологических предрассудков. Хорошо, на следующий звонок мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Все к России тянулись, все. Зная из истории, я уже прожила жизнь. И знаю, что тянулись всё. Надо из прошлого вытаскивать именно то, чтобы притягивали, не снается поздно, а чтобы к нам тянулись. А чтобы люди к нам тянулись, те же самые украинцы, в частности, западные украинцы, им опять же нужно рассказать подлинную историю нашей общей огромной Родины, что не было никаких великих укров, что не было никакой, по сути, и западной Украины, что это просто австрийский, австро-венгерский проект. Это всё нужно рассказывать. Нужно снимать кино, нужно делать патриотические песни и писать книги. И не зажимать авторов. А Глеб, как Вы думаете, термин «гуманитарная катастрофа», он всё-таки ещё близок к ситуации на юго-востоке Украины, или уже всё-таки ситуация там немножко исправилась? Я думаю, что сейчас там это называется гуманитарный апокалипсис. Наступила зима. Это совсем другие уже сложности для людей. Если летом ещё можно было что-то там с огородика собрать, покушать, можно было ходить в маечки, то сейчас нужны тёплые вещи. С ними хотя бы пока проблем нет. Одеваем и простое население, и защитников Новороссии. Очень много военной формы пошили собственной. Гуманитарные конвои России, конечно, облегчают проблему людей, но всё-таки эти конвои, во-первых, частично разворовываются, во-вторых, всё-таки они достаются населением именно крупных городов. Это Донецк и Луганск, области очень большие, куча городов, которые не получают помощи, и есть те, в которых сейчас идёт постоянно война. Это Первомайск, Стаханов, Кировск и так далее. Им нужна помощь, так что там не катастрофа, там действительно уже апокалипсис. А у нас, кстати, новый звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня тётка была раскулачена и была в ссылке, и когда пригнали новую партию западенцев перед войной, и она говорит, что через неделю все они устроились и стали надсмотрщиками, и как же они лютовали. То есть это люди, зомбированные ещё до Бендеры, над ними работали, и нужна такая же работа с ними. И единственное, что сейчас, наверное, могут помочь, это ваши песни. Потому что другой... Я не вижу работы. Вот всё-таки надо было бы уделить, наверное, внимание этому побольше. Спасибо большое, извините за мою сумбурность. Ну, просто душа горит. И я, конечно, стараюсь чем помочь. А с другой стороны, ещё спасибо всем этим Коломойским и всем прочим. Они сплачивают наш народ так, как никто не сплатит. Пусть они об этом знают. Спасибо, извините. Пусть он об этом знает, когда будет висеть на виселице. Я про Коломойского. Я думаю, что мы не будем так жёстко высказываться, Глеб. Ну, я имею право, понимаете? Потому что мы всё-таки люди... Ну, вы же меня больше не пригласите, поэтому дайте мне хоть об этом сказать. Люди верующие, православные, мы должны отвечать добро. Так врагов-то мы должны же бить, правильно? Добро бьёт врагов. А Коломойский уж, извините, это прямо ища диада. И вот у нас, кажется, последний звонок, и мы будем вынуждены завершить наш эфир. Знаете как, в природе бешеных собак отстреливают. И вот таких, как Порошенко, Костромской, вот эти вот сволочи, которые ведёт войну, прояв нашу Новую Россию, их надо уничтожать. Полностью за. Спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. Но Ксения сейчас опять нас будет с вами ругать. Потому что мы хотим завалить Коломойского, Порошенко и остальных сволочей. Но всё-таки, как интересно, правда, Глеб, что именно с помощью такой страшной ситуации, именно с помощью войны наш народ так объединился. По-моему, такого не было давно. Беда сплачивает, это точно. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям на прощание, Глеб? Стремиться к правде, к подлинной истории. В принципе, всё, с чего я начинал. Потому что именно правда и подлинная история – наш путь к победе. Нужно заставлять власть, чтобы они уделяли этому максимальное внимание. Чтобы копали чуть дальше, чем та история, которая нам преподается в учебниках в школе. Потому что история у нашего народа, у нашей страны просто колоссальная и необъятная. И когда все это узнают, то вся эта тема про великих укров, она сама собой станет просто шуткой, карикатурой. И мы все сплотимся в единый народ. Я на это очень надеюсь. Спасибо вам большое, Глеб, что пришли к нам. И я напоминаю, что с вами была программа «Информационные войны сегодня». Сегодня я, её ведущая, Ксения Гусева. До свидания. Новороссия, новая Россия! Новороссия, русская земля! Мы в Берию берем с новой силой! Новороссия!